Всем привет! Сегодня познакомимся вкратце. Это будет недолго. Я покажу основные моменты по работе с потоками, как их создавать, ну и пару нюансов. Это видео родилось вследствие того, что я уже записал видео, которое будет доступно в течение, может быть, 5-6 дней после выпуска этого видео. В том видео, которое будет доступно позже, подпишитесь, если не подписаны, чтобы не пропустить, там я показываю, как загрузить с помощью потоков, ну то есть один файл в многопоточном режиме. То есть используется такая библиотека Курл и потоки. И в много потоков загружается файл. То есть на маленьких файлах разница практически неощутима, ну в маленьких файлах это 5-10 мегабайт. Но на файлах размером 200, 500, 700 мегабайт разница существенная, там в 2, а то иногда в 3 раза быстрее, если мы загружаем в многопоточном режиме. Соответственно, сделав то видео, а так как времени у меня сейчас очень мало, раньше его не было, сейчас еще меньше, то я все-таки решил сделать вот это видео, в котором вы сейчас познакомитесь с потоками. Ну, те, кто не был знаком. Итак, у меня тут 4 примера. Давайте рассмотрим пример первый. Пример первый. Многопоточность. Многопоточность была добавлена в язык C++ в 11 стандарте. Довольно уже давно. Что это такое? Вот смотрите, есть поток. Поток, поток. В том видео, которое будет после этого, да, там выйдет, там я использую лямбды в качестве функции потока. Здесь просто обычная функция. Итак, смотрите, вот здесь я создаю 3 потока. Вот у меня есть поток, функция потока. Что такое поток? Это вот эта функция, к примеру. Она будет в 3 экземплярах. То есть, одновременно будут работать 3 функции. Ну, как они будут работать? Я здесь создаю поток, вызывается эта функция, выполняется вывод на экран, и функция завершается. То есть, поток завершается. Чтобы поток не завершился, здесь его зацикливают, ну, и крутится цикл, пока там какие-то не произойдут условия его выхода. Соответственно, сюда можно передавать любое количество параметров, ну, понятное дело, разумное должно быть, и передавать его по значению. Соответственно, создание потока каким способом? То есть, нужно подключить тред. Ну, хрону это я тут задержки делаю, mutex это потом расскажу. И в данном случае этот проектик будет работать для Linux точно. Нужно еще подключить под тред. Вроде бы. Ну, я на всякий случай подключил. Итак, в данном случае я запускаю три потока. Каждому потоку передаю значение. В данном случае это может быть значение, которое будет выступать номером потока, ID потока, да, так как эта функция в трех экземплярах работает. И теперь давайте запустим. Давайте запустим, посмотрим, что произойдет. Запускаем. Что-то оно долго запускается. Трэд, трэд. А, оно, наверное, сейчас все пока соберет. Все пока соберет. То есть, в самом таком простом виде ничего сложного нет. Да, оно и в принципе ничего сложного нет. Самое главное не усложнять. Самое главное не допускать. Что это такое? Ого, это известная проблема. Тут где-то закрался, короче, нехороший символ. Нехороший символ. И в результате очень много ошибок. Я понял. Сейчас я поставлю на паузу. Да, символ, символ нехороший. Сейчас я поставлю на паузу и продолжим. Сейчас я исправлю. Так, решил проблему. Решил проблему. Переименовал проект почему-то. Короче, если совпадают, то какие-то проблемы. Какие проблемы? Короче, запускаем первый поток. Первый пример, в котором мы создаем три потока. Смотрите, вызывается функция тест. Вот она. Вот она. Давайте, короче, посмотрим, что произойдет. Что произойдет? Блин, а я не выбрал трейдинг. Что-то косяк за косяком идет. Косяк за косяком. Трейдинг есть. Так, первый поток. Смотрите. Terminated. 1.1.3. Еще раз запустим. 1.1.3. Еще раз запустим. 2.1.2.1. Еще раз запустим. И каждый раз у нас такая штука, как Terminate call it without an active exception. Ну, короче, происходят какие-то исключения. Выводит не то, что надо. Потому что по-хорошему нам надо, наверное, мы ожидаем, чтобы вывелось 1, 2, 3. Ну, либо там 2, 1, 3. А так выводит черти что. В чем проблема? Смотрите. Выполняется вот у нас функция main. Это главный поток. Эта функция завершается тогда, когда завершаются все инструкции. Вызывая функцию test, пример 1, мы запускаем 3 потока. И сразу же эта функция завершается. Это значит, что? А эти функции, функции потока, выводят на экран, на терминал, на консоль. И эта операция не атомарна. Атомарная операция это такая единая неделя. Делимая и очень быстрая. То есть, по-хорошему, это там за один такт процессора выполняется операция. В этом же случае никакой атомарности нету. Потому что там выводится это на экран терминала. То есть, это не одно действие для того, чтобы вывести. Соответственно, и разное значение. Почему? Потому что один поток начал выводить один. Потом второй подключился, начал выводить два. Ну, в результате получается каша. Плюс завершается этот поток. Ну, наш самый главный. И получается, эти потоки валятся. Валятся по той причине, что основной поток был завершен. Что же делать? Ну, вам надо запомнить, что вот так вот делать не надо. Для этого перейдем в пример 2. В примере 2 вы видите такие функции join, join, join. Кстати, в том видео я чуть-чуть неправильно о них сказал. Поэтому не ругайте меня. Делалось то видео без подготовки, грубо говоря. Ну, короче, что делает join? Join ожидает завершения потока. В данном случае, я говорю, то есть вот эта функция, вот это основной наш поток, да, она завершится тогда, то есть управление переводит сюда, когда поток 1, 2 и 3 завершат свою работу. То есть, вызывая функцию join, мы говорим ожидать до тех пор, пока не завершатся потоки. Ну, в данном случае, получается, я даже не знаю, как оно сработает. Ну, 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 короче, основной поток блокируется. Вот. Да. В принципе, для всех троих сразу это выполнится. И вот здесь будет такой стопорок, который, ну, грубо говоря, да, который будет ожидать завершения двух потоков. Ну, давайте запустим. 3, 2, 1, вывела. Еще раз. 1, 2, 3. Еще раз. 3, 2, 1. 2, 1, 3. Что-то нету того результата. О, вот. 2, 3. Enter. 1. Еще раз запускаем. 1, 2. Enter. 3. Что такое? В чем проблема? Сейчас опять вроде нормально. Ну, как вы видите, оно в разном порядке. Ну, какой поток успел стартануть, тот и... А теперь смотрите, в чем проблема? Опять-таки, 1, 2, а потом Enter и 3. Дело в том, что есть такое понятие, как гонка за ресурсами или гонка ресурсов. Эта операция не атомарна, я уже сказал. Здесь уже ждет, ждут, как бы основной поток ждет завершения этих потоков. То есть, соответственно, к примеру, если тут будет цикл какой-то, то можно ждать очень долго. Короче, смотрите. Выполняется, к примеру, один поток. Это у нас функция. Она в трех копиях. А это у нас общий ресурс. Это глобальный ресурс. И какая проблема? Начинает выполняться один поток. Начинает выводить циферку 1. В этот момент стартует поток 2, который тоже начинает выводить циферку 2. В результате мы видим 1, 2. Потом 1 добавляет Enter. И второй добавляет Enter. В результате мы видим 1, 2. Enter, Enter. И только потом троечку. Но это может быть по-разному. Это может быть даже вплоть до того, что 1, 2, 3 выведется. И потом 3 Enter. Так вот, в чем проблема? Это самое основное. Чуть ли не самое основное при работе с потоками. Если у вас есть общий ресурс. А вот он, глобальный ресурс. Это может быть ваша глобальная переменная. Глобальные данные какие-то. Или еще что-нибудь. То есть, то, к чему каждый поток может иметь доступ. К чему здесь каждый поток имеет доступ? К стандартной библиотеке вывода на экран. Значит, что каждый поток имеет доступ к одной и той же библиотеке. Ну, к одному и тому же способу вывода. Значит, нужно каким-то образом делать так, чтобы другой поток дожидался, когда первый поток или второй завершал работу с этим общим ресурсом. То есть, общий ресурс, я думаю, вы поняли. Вот он. Вместо stdc-auto может быть какой-то ваш массив, в котором вы храните какие потоки, над чем сейчас работают. И когда у вас поток запускается, вы можете возводить флажки, что я сейчас работаю над тем. То это тоже общий ресурс для всех потоков, который нужно, грубо говоря, блокировать. Как эта блокировка происходит? Есть такая штука, mutex. Mutex в данном случае вот у меня глобальная переменная. Вот она. Значит, когда мы работаем над каким-то глобальным общим ресурсом, которому доступаются все потоки, ну, потому что мы здесь внутри можем посоздавать локальных переменных, их блокировать не надо. А это глобальный объект. Значит, так, значит. Так, секундочку. Закрывал этот редактор, чтобы не мешал. Сейчас, значит. Да, вот. Блокируем. Mlog. Как работает, грубо говоря, Mlog? Это mutex, называемый. В Windowsах там были mutex, критические секции. По-моему, семафоры, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое было. Короче, смотрите. Mlog. Это вот эта переменная должна быть глобальная. Как она работает? А, ну, давайте запустим, убедимся, что все нормально. Я вам сейчас расскажу вкратце, как она работает. Так, 1, 2, 3. Еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Ну, короче, уже этой проблемы нет. Которая была перед этим. Смотрите, как, грубо говоря, работает mutex. Глобальная переменная. Так, есть функция log. Внутри этого объекта есть, интересно, есть, мы так увидим или нет. Не, мы так не увидим. Ладно. Внутри, грубо говоря, есть переменная boolive. Ну, к примеру, она по умолчанию false. Вот, смотрите. Первый запуск, запускается поток. В данном случае переменная false. В функции log, грубо говоря, происходит, если false, то становишься true. И функция завершается. Теперь, смотрите. Вызывается первый поток. Вызывает функцию log. Ты false. Переменная там внутри false. Значит, ты становишься true. И функция идет дальше. Ну, то есть, эта функция не блокируется. И идет выполнение дальше. Это еще не вызвалось. Теперь, смотрите. Вызывается второй поток. А переменная-то у этой глобальной уже флажочек true. Что делает внутри? Если false, мы знаем. Иначе, если true, то ждать до тех пор, пока ты не станешь... Ну, короче, выполнять цикл, пока ты true. Вот так. Теперь, смотрите. Второй поток заходит, переменная true. И он, грубо говоря, зацикливается. Ну, короче, там ждет. Ждет. Это грубо говоря. Реализации могут быть немного отличаться. Но, в целом, оно вот так вот. Если на пальцах объяснять. Значит, второй поток ждет. Третий поток заходит. И он ждет то же самое. Переменная, это в true. Теперь, смотрите. Первый поток завершает вот это все. Потому что здесь не одна операция. Он это все завершает. И unlock. Что в unlockе делается? Переменная сбрасывается в false. Сбросилась. Теперь, смотрите. Второй поток. Каждый раз он же крутится вот здесь цикл. True, true, true. Потом раз, она стала false. Если она стала false, цикл завершается. И он переменную это возводит опять в true. Значит, второй поток продолжает работать. Третий сидит и ждет. Ну, то есть, вот так вот, грубо говоря. Короче, я вам на пальцах, думаю, объяснил. Вот. Это нужно блокировать глобальные данные. Еще самое важное. Чем меньше происходит таких блокировок, тем эффективнее вот эта многопоточность. Потому что, если вы что-то разделите на много потоков, и вы там то и дело будете блокировать кучу данных общих, то смысл в этом, ну, как бы отпадает. Идеальный вариант, это когда каждый поток занимается своим делом. И данные, с которыми работают эти потоки, не пересекаются друг с другом. Каждый поток работает конкретно своим набором данных. То есть, это идеальный вариант. Иногда бывает, что нужно что-то блокировать. Но нужно как можно меньше этого делать. Это не означает, что нужно просто вот, вот, как можно меньше этого делать. Я вот так вот сделал. Нет. Ну, это ошибка. То есть, нужно как можно стараться, как можно меньше использовать глобальные данные. Так вот, это работает. И теперь давайте еще функцию, функцию detach. Я на самом деле ее особо так не применял, чтобы я ограничивался обычно блокировкой. Но, как бы, detach. Что это такое? Давайте запустим четвертый пример. Прессор. Как так? Как так-то? А, вон единичку вывела. Теперь смотрите. Сейчас. 1, 2, 2 вывела. Вообще бардак. 2, 3 вывела. 1 вывела. Ну, ну, надо применять либо detach функцию, либо join. Они, грубо говоря, вдвоем несовместимы. Смотрите. Функция detach делает этот поток фоновым. То есть, функция join говорит, что надо дожидаться завершения этого потока. Соответственно, вот эта основной функция завершится. Ну, как бы, пойдет дальше тогда, когда поток завершится. Там 1, 2 и 3. Эта же detach, она отсоединяет. То есть, эти потоки работают в фоновом режиме. Соответственно, чтобы узнать, когда они завершились, нужно какую-то глобальную переменную хранить, которая будет говорить, что поток 1 или массив, да, в котором мы будем узнавать по номеру потока. Ты завершился или нет? Ты завершился или нет? Ну, это иногда тоже может быть. Чтобы не блокировалась функция, потому что это может быть вызов из другого потока. То там вызывается вот наша функция test. Эти потоки уходят в фоновый режим. И дальше наша программа работает. А наша программа дальше по ходу будет в каком-то цикле, там, к примеру, проверять и обновлять UI. UI интерфейс и говорить, что вот потоки такие-то работают. То есть, функция detach просто идет в фоновый режим. Соответственно, у нас, как мы видим, у нас не успевают все потоки отработать. Вот отработал только один поток и завершился. То есть, вот здесь они ушли в фоновый режим. Вот, вот в фоновый режим ушли. Функция test завершает свою работу. И сразу же завершает работу основная функция, основной поток. Соответственно, кто успел, тот и вывел. Значит, нам тут надо цикл делать какой-то. Либо задержку в 2-3 секунды, либо еще что-нибудь, чтобы все вывести. Ну, в принципе, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. И ждем того видео, о котором я говорил. Оно уже готово, оно уже залито. Оно уже ждет своего часа. Всем спасибо за внимание. Всем пока.